Жители пятнадцатого дома по улице Спиридонова добиваются справедливости для бывшего соседа-инвалида. Недееспособный с детства мужчина по странному стечению обстоятельств был выписан родственниками из его квартиры и оказался на улице без средств к существованию. В тот день Леонида Бурдюга, жителя четвёртого подъезда дома, ждала неожиданная встреча. Мужчина поздно ночью возвращался домой, услышал храп и понял, что в подъезд пробрался бездомный. В бродяге Леонид узнал бывшего соседа, который отсутствовал более года. Первым делом мужчину накормили, перевели в опрятный вид и отвезли в спецприёмник. Почему он пришёл сюда? Память. То есть он по сути, пускай это будет сказано, скажем так, он как собака помнил, где он живёт и вернулся сюда же. Но в квартиру не мог попасть, так как эту квартиру сдают в наём, его мама сдаёт в наём. А сама она проживает в Португалии, работает со слов соседей, уборкой в номерах забирается, горничная работает. Выяснилось, что Романа с детства признали недееспособным. Родственники поместили его в уссурийский реабилитационный центр для умственно отсталых. Но год назад мама забрала его из интерната, чтобы отвезти в нотариальную контору. Роман помнит, что его заставляли подписывать какие-то бумаги, но что в них написано, он не знает. А вскоре родственники отправили его в Партизанск работать на конюшне. Убирался, плохо кормили, он говорит. Ему какие-то другие работники дали 200 рублей, посадили на электричку и отправили в город. Вы у тети Наташи что делали? Какую работу? Сейчас круто. Там такая работа. Работаешь с утра и до тех пор, пока не стемнеет. Ну, и там очень тяжело. Ну, то есть вы с животными работали? Да, да, да. А какими? С этими, с лошадями. Пасли их? Ну, как говорится, ранее не чистил. А, понятно. Вас сбили? Сейчас, ну, этот, нет, только пытались. То есть угрожали, говорили, что сейчас побьют, да? Да, да, да. Кормили как? Хорошо? Нет, 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 не, 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 плохо. Слова Романа подтверждают документы, которые соседи смогли получить. В домовой книге мужчина уже не значится. Нотариусы утверждают, что к ним приходили родственники, но получили отказ в оформлении документов, поскольку те нарушали права инвалида. Каким-то способом мама то ли исключила его из приватизации, заставили его писать отказ от приватизации как-то. На Светлановскую 131 в Росреестр мы сделали запрос, то есть, ну, думаю, на этой неделе, либо на следующей уже получим ответ, кто является в настоящий момент собственником квартиры. В интернате, где проживал Роман, также подтвердили, что родственники настояли на том, чтобы его забрать. С тех пор даже непонятно, кто получает пенсию по инвалидности Романа. Сам он денег не видел. Я нашел через социальную сеть одноклассники его сестру, написал ей сообщение, скинул фотографию, в общем, нашли вашего, твоего брата, что будем делать, будем обращаться в полицию. Мне вот сегодня, наконец-то, позвонила его мама и сказала, Леонид, не ведите его в полицию, не ведите его в прокуратуру, отвезите его к тете Наташе, чтобы, в общем, обратно его отправить заниматься рабским трудом в партизанск. Леонид уже написал заявление в полицию и прокуратуру. Мужчина намерен вернуть инвалиду его право на достойную жизнь с помощью сотрудников правоохранительных органов и социальных служб.